Субтитры создавал DimaTorzok Коротко о главном. Кроме этого, Министерство образования, несмотря на просьбы, не изменило количество квотных грантов для детей-инвалидов и сирот. Этот показатель так и остался на уровне 1% от общего количества грантов. А по предварительным итогам ЕНТ провалили 17 тысяч выпускников. Подробнее об этом расскажет Бауржан Шайхмет. 23% выпускников не набрали проходной бал по итогам 4 дней ЕНТ. Между тем, проведение экзамена не обходится без скандальных инцидентов во многих регионах. Не менее нервозно проходит тестирование и в Алматинской области. Выпускники и их родители недовольны тем, как организовано ЕНТ в сельских школах. Они говорят, что экзамены начинаются с опозданием, а экзаменаторы ведут себя хуже жандармов. Должны были начать в 9 часов, а начинают в 10-15. Выходят, у детей забирают время, говорят родители. Но чиновники твердят, что дети и родители виноваты в этом сами. Вы, наверное, знаете, да, там в Атрау задержка идет, да, в другие города, говорят, задержка при запуске. Почему так случается? Ну, ситуация достаточно простая. То есть там мы рассчитываем, там где-то в течение полутора часов запустить всех ребят. Ну, мы поставили металлодетекторы. И ребята, когда проходят, то получается, что у них есть какие-то металлические предметы. И дальше начинается работа. Ребята вынимают один телефон, потом опять проходит, опять звенит, опять вынимают второй телефон. И вот так вот эти 22 тысячи телефонов, это вот как раз, которые задерживают весь этот процесс. Также многие родители жаловались на обыски с пристрастием, которым подвергались их дети. Некоторых из них нападки сотрудников министерства даже довели до слез. В Караганинской области родители пожаловались на то, что в день сдачи тестирования представители комиссии держали детей под психологическим давлением. А некоторые, говорят, даже заставили переодеваться и отрывать металлические детали с одежды. Но факты раздевания чиновники опровергли. Хотя признались, что родители написали жалобы в прокуратуру. Сейчас идет разбирательство. И главное, чиновники признали, что в этом году грантов станет меньше. По количеству грантов и по квотам, которые предназначены для детей, инвалидов, сирот. В принципе, количество грантов осталось на том же уровне, как и в прошлом году. Но чуть уменьшилось там. Это связано с тем, что какая-то часть грантов была переведена уже в более высокий уровень, как магистратура. А квоты такие, как для казахской диаспоры 2%, а для детей сирот 1%, для инвалидов 1%. Эти квоты остались. Многие выпускники недовольны именно этим фактом. Ведь учеба в вузах с каждым годом становится дороже. Год обучения в институте начинается с 500 тысяч. А в Астане некоторые родители вынуждены платить даже 800. Это не считая других расходов. А у сирот вообще нет таких денег. По мнению политологов, эти дети будут вынуждены идти на воровство, чтобы прокормить себя. Балжан Шеяхмет, Анизатор Тоспанов, телеканал ТДК-42 из Астаны. Аграрии Западно-Казахстанской области завершили посевную 2014 года. В этом году площадь посева меньше, чем в прошлом году. Соответственно, и урожая будет мало. Так что же стало причиной уменьшения посевных площадей, выясняли наши корреспонденты. В этом году зерновой клин получился в 516 тысяч гектаров. Это на 140 тысяч гектаров меньше, чем в прошлом году. Всего засеяно 80 тысяч гектаров озимых культур, 36 масляничных, 10 тысяч гектаров овощебахчевых культур и 153 тысячи кормовых. Все эти показатели ниже уровня прошлого года. Сейчас установилась очень жаркая погода, и чтобы собрать хотя бы средний урожай, крестьяне ждут дождей. Иначе урожай погибнет, ведь не у всех есть возможность проводить капельное орошение. У нас закончилось где-то 25 мая. Последние дни, конец мая, жаркая погода, конечно, повлияет. Поэтому, может быть, есть минусы. Мы ожидаем неплохой урожай по озимым культурам. По яровым это вопрос. Надеемся, надеемся, что будет неплохой урожай. На последнем выездном заседании в Зеленовском районе в своем докладе Аким района назвал причину того, почему ожидается мало урожая. В прошлом году, по словам экспертов, была ранняя весна. В этом году посеву помешало позднее. Я считаю, что это оговорка позднее наступление, раннее наступление, мобилизация, своевременная мобилизация, использование вегетативного периода, посадки посевов, проведение посевных работ. Здесь опыт, знания и удача, она должна быть в купе. По сравнению с прошлым годом посевная площадь уменьшилась. Многие крестьянские хозяйства забросили свои посевные площади и сдают их в субаренду. А те крестьяне, которые хотят работать по тем или иным причинам, не могут получить землю. Четыре года засухи подряд сказываются. Это же невозможно одним и тем же бизнесом заниматься и ежегодно получить минус. Никакого прибыли. Поэтому многие крестьянские хозяйства переходят на животноводство. До конца года выйдет закон об изменениях в земельном кодексе. Тогда те, кто имеет землю, но не работает на ней, будут платить налог в 10 раз выше, чем те, кто ее использует. На сегодняшний день уже во всех районах нашей области появились саранчевые. По области в этом году планируется обработать 549 тысяч гектаров. Из них уже обработано 190 тысяч гектар. Большого наплыва насекомых в этом году не ожидается. Наоборот, даже идет спад порождаемости саранчи. В России также начали борьбу с этим вредителем. Поэтому перелетов через границу не ожидается. Сегодняшний день наши саранчевые отряды готовы. Привезли сейчас микронеры работают, легкие авиации работают и аэрозольные генераторы. Финансовая полиция сегодня отмечает 20 лет со дня основания в борьбе с экономическими и коррупционными нарушениями. Финансовая полиция достигла больших успехов. Изначально в 1994 году финансовая полиция называлась налоговой полицией. Затем несколько раз переименовывалась и на сегодняшний день называется департамент по борьбе с экономической преступностью. Бороться с умными и хитрыми экономическими преступниками труд не из легких. Но уже 20 лет финансовые полицейские успешно справляются с этой задачей. При основании в ней работало всего 9 человек. Сейчас штат сотрудников составляет 150 человек. Всех наших ветеранов, наших сотрудников поздравляю с таким прекрасным праздником. Всем желаю крепкого здоровья, успехов в работе и всего самого наилучшего дома. Финансовая полиция ежедневно стоит на страже экономических интересов и никому не позволяет чувствовать вседозволенность и безнаказанность. В финансовой полиции есть молодые сотрудники, которые только недавно закончили Академию финансовой полиции. Есть и ветераны, которые все свои годы посвятили борьбе с правонарушителями. Запомнилось то, что мы все-таки с тех недобросовестных людей, которые скрывались от налогов, мы, значит, с ними работали и приносили большую пользу нашему государству, в частности, нашей области. Работу департамента финансовой полиции можно оценить по итогам расследования громких коррупционных и экономических преступлений. Олег Великий, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В Национальной палате предпринимателей Западно-Казахстанской области состоялся отборочный конкурс компаний, оказывающих поддержку субъектам малого и среднего бизнеса. Конкурс прошел при участии комиссий, состоящей из представителей общественных организаций, государственных органов и предпринимателей. В конкурсе приняли участие 15 компаний города. Отобранные компании будут предоставлять услуги, связанные с введением бухгалтерского и налогового учета, маркетинговые, а также юридические услуги. Оказание нефинансовых услуг будет осуществляться через палату предпринимателей. Целью отбора данных компаний является выбор именно тех компаний, которые будут до конца года оказывать поддержку по помощи в консультировании, в составлении бизнес-планов предпринимателям, в составлении маркетинговых стратегий, разработке маркетинговых стратегий для субъектов бизнеса, разработку планов по внедрению стандартов качества. В дальнейшем же, начиная со следующего года, этими услугами будет палата непосредственно заниматься сама, через свои областные, через свои филиалы в районах. Такая тенденция будет распространена на всю страну, по всей республике. И те компании, которые подавали свои документы на этот отборочный конкурс, безусловно, их опыт, их знания и их работа будет нами в дальнейшем учтена, и они также будут привлекаться в качестве аутсорсинга на отдельные виды услуг, по отдельным видам районов. Конечно, мы их будем привлекать и в дальнейшем будем с ними сотрудничать. В Уральске начали работу студенческие строотряды. После завершения учебы студенты вузов отправились на летние заработки. Более 120 человек уже принимают участие в строительных работах. Обычно студенческие строотряды трудятся не только на пользу себе, но и на благоустройство города. Они принимают участие в строительстве жилых домов, детских садов и школ. Списки участников составляются уже весной. Студенты, желающие подработать, подают заявки уже в начале года. Всего этим летом на строительные работы будет трудоустроено 500 студентов. Их труд будет оплачиваться строительными компаниями. Студенты говорят, что зарплату им пообещали свыше 50 тысяч тенге. В начале учебного года мы отправим письмо на учебных заведениях директорам и ректорам. Студенты сами записываются к нам. В районах тоже в этом году будет захвачено. Костал в Карачебенском и Бурлинском районах, а также город Атроп будет захвачено. Пока ребята принимают участие в ремонте 7-й среднеобразовательной школы. Трудятся они с 8 утра до 8 вечера. Работа их заключается в помощи строителям. Сами студенты отмечают, что летняя подработка – хорошая возможность заработать и приобрести навыки в строительстве, которые обязательно пригодятся в дальнейшем. Устроился с университета, подал заявление, меня вызвали. Вот работаю второй день. Я считаю, что это, конечно, полезно. Это друссойство. Надо, чтобы университет дает возможность работать. По итогам всего сезона самые активные работники будут награждены. Хотелось бы пожелать ребятам удачного рабочего сезона и посоветовать соблюдать правила техники безопасности. В первую очередь во время работы пользоваться касками, спецодеждой и спецобувью. А иначе попытка самостоятельного заработка может обернуться серьезными травмами. Марина Горбок, Дорин Досимбиев, Александр Грабарев, ТДК-42. В Уральске более 200 бывших воспитанников детских домов не имеют собственного жилья. Сейчас эти люди стоят в очереди в дом юношества Шанырак. Здесь для проживания людей приспособили даже подвал. Но расширение жилплощади для бывших детдомовцев пока не предвидится. Бывшая воспитанница детского комплекса Жаздаурен Виктория Сарачан сейчас 21 год. У девушки есть ребенок. Жизнь с гражданским мужем не сложилась. И Виктория стала матерью-одиночкой. Жилья у меня не было никогда своего. Я пошла к директору Шанырака, чтобы он мне дал место в Шаныраке. Он мне ответил, иди куда хочешь, делай что хочешь, пиши письмо президенту, делай что хочешь, я тебе комнату здесь не дам. Живет мальчик в подвале, я просила, я ходила, смотрела подвал. Подвал там нормальный, я говорю, дайте мне хотя бы комнату в подвале, потому что мне с ребенком негде жить. То там, то здесь, ночуемую подружку, друзей. Он говорит, нет, я тебе не дам, иди куда хочешь. Сейчас Виктория устроилась на работу, живет где придется. У нее есть родная сестра Оксана, которая также воспитывалась в жаздурении. Иногда Виктория ночует у нее. Бывшим детдомовцам приходится нелегко. В Шаныраке мест нету жить, и кто где может. Кто там с родителями, которые пьют половину, кто просто вот замуж вышел и живет. Кто вот так ходит, квартиру снимает. Ну, практически все без жиле. То есть, жить негде никому. Квартиру снимать, ну, дорого. Потом с ребенком, надо сколько работать, чтобы 30 тысяч за квартиру только платить. Еще надо ребенка, плюс садик, и деньги тоже большие. В доме юношества Шанырак по закону бывшие детдомовцы могут проживать до достижения 23 лет. Но сейчас уже 68 шаныраковцев перешагнули этот рубеж. И куда им идти, руководство дома юношества не знает. Сарашин Виктория обращался в прошлом году. Мы с ней вместе были приемы Акима города. И там тоже вопрос не решился. И Аким Кульгинов сказал, если комната будет освобождаться, ставить очередь внутренней Шаныраке. Сколько такая очередь сейчас? Сейчас больше 200 человек ждет на Шанырак комнату. Который за бортом, ребята, бывший воспитатель, который выпускается в Тастровенской детской деревне, областной детский дом, 15 школы, Январский детский дом, который закрылся. Вот полно. 200 лишних человек ждет очередь на Шанырак, которой не исполнится 23. В этом году жилье получили 40 бывших воспитанников детских домов. Но очередь на жилье меньше не стало. Перед Викторией Сарачан в ней больше 900 человек. Совсем рядом с домом юношества Шанырак находится бывшая столовая детского дома. Здесь без всяких проблем можно разместить около 50 воспитанников. Два года назад цена вопроса равнялась 50 миллионам тенге. Однако пока деньги выделяются на более важные проекты. А бывшие детдомовцы, имеющие приоритет на получение жилья от государства, продолжают ждать своей очереди. Роман Копняев, Айбулат, ЖГПар, Александр Грабарев, ТДК-42. Мы продолжаем наш выпуск. И вот что вы увидите далее. В Уральске из окна пятого этажа многоэтажного дома выпал годовалый ребенок. При пожаре в жилом доме сегодня едва не погиб 4-летний ребенок. Сегодня великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину исполнилось 215 лет. Ультразвуковая диагностика за последние 10 лет претерпела значительные изменения. Появилась современная аппаратура так называемая 3D и 4D формата. Да и будущие мамы к протеканию своей беременности стали относиться куда более ответственнее. Наши корреспонденты побывали на приеме врача-узиста и задали вопросы, которые обычно интересуют будущих родителей. В реальном режиме, то есть здесь 32 недели, ребенок в объеме. Это 3D. Люди этой профессии признаются, что без любви к своему делу невозможно достоверно. А главное, со всей серьезностью и полной отдачей подходить к работе. Научно доказано, что ультразвук безопасен. Он позволяет уже на ранней стадии беременности выявить многие пороки развития. Такие, как сердечно-сосудистая система, мочеполовая, а также головного мозга. Врачи нашей области не жалуются на нехватку 3D-аппаратуры. Подобные удобства имеются и в районных больницах. Этот аппарат нам позволяет на ранних стадиях выявлять грубейшие пороки развития плода. И мы уже можем женщине предложить на ранних стадиях прерывание беременности. Если оно не совместимо с жизнью, то есть ребеночка, до наших нет никакого смысла. Эти аппараты нам помогают, конечно. В день кабинет УЗИ принимает порядка 35 женщин, что в год составляет около 11 тысяч. Сейчас признаются специалисты, в очередь выстраиваются и женщины, которым давно уже за 40. Конечно, это большой риск, поэтому именно УЗИ выполняет основную функцию. И все же врачи УЗИ кабинета отмечают, что диагноз они не ставят, а лишь дают заключение. Анара Ахметова готовится стать мамой. Сегодня узнала пол будущего ребенка. В 3D УЗИ это очень удобно, конечно. Во-первых, будущая мама может увидеть своего ребенка, сердцебиение, на него посмотреть, пол узнать в конце концов. И убедиться, что он нормально развивается. Узнаешь, допустим, положительные результаты. Конечно, очень приятно, потому что все-таки беременная женщина, будущая мама, она всегда переживает за своего будущего ребенка. Все ли нормально, все ли в порядке. Потому что, если что-то не так, уже женщина начинает волноваться, переживать. Это все отражается на плоти. Мы задали специалистам вопрос, который возмущает многих будущих родителей. Так, якобы, чтобы узнать пол будущего малыша, нужно раскошелиться. Сумма варьируется от 600 тенге до 6 тысяч. Но, как нас уверили, подобная услуга действительно платная, но все же сумма ее остается в рамках доступной. Так принятая в 1996 году Пекинская конвенция, которая охватывает все азиатские страны, позволяет сохранить втайне пол будущего ребенка. Ведь именно в Китае от этого зависит, оставят ли родители ребенка. Семья, будущие родители хотят узнать по ребеночкам. По законодательству это услуга платная. Если там идут какие-то врожденные пороки развития, мы в любом случае это указываем в протокол бесплатно. Самый важный момент в жизни любой женщины не должен быть ничем омрачен. Поэтому не нужно пренебрегать советами врачей, а тем более кабинетом ультразвуковой диагностики. Биби Гульта Ужанова, Алтенбек Майкенов, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Не доглядели. В Уральске из окна пятого этажа многоэтажного дома выпал годовалый ребенок. Сейчас малыш госпитализирован в реанимационное отделение областной клинической больницы. Врачи борются за его жизнь. По сообщению пресс-службы областного управления здравоохранения, ЧП случилось 4 июня в микрорайоне Жана-Орда. У ребенка диагностирован ушиб головного мозга, перелом нижней трети бедра, перелом нижней челюсти. Состояние малыша оценивается как тяжелое, сообщили врачи. Где в это время были родители, не уточняется. Сегодня третий сутки. Ребенок один годик, мальчик, выпал из пятого этажа, из окна. Доставлен в скорой помощи в крайне тяжелом состоянии, с политравмами, переломами. В настоящее время состояние ребенка стабильно тяжелое. Проводится интенсивная терапия. Ну, в перспективе, я думаю, что мы справимся. Спасем его. Сотрудники травмпункта проинформировали, что сейчас отмечено увеличение детского травматизма. Также хлопот доставляют дачники. Большинство травм люди причиняют себе по неосторожности. В летний период времени у нас при областной больнице, в основном приемное отделение хирургии, начал увеличиваться детский травматизм. Поступают дети. В основном это ссадины, ушибленные, раны и в основном сотрясение головного мозга. Это летний период невнимательности. Я считаю, это родители не смотрят за своими детьми. Специалисты предупреждают родителей, что в летние месяцы нужно быть особенно внимательными. Дети зачастую облокачиваются на москитные сетки, которыми оборудованы пластиковые окна. Те, в свою очередь, не выдерживают такой нагрузки. Поэтому лучше не рисковать и не оставлять детей без присмотра ни на минуту. Роман Копняев, Айбулат, ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. В Уральске на пожаре едва не погиб 4-летний ребенок. Его из горящей квартиры вынесли молодые парни. Опозданий немного, и мальчик мог бы задохнуться в клубах дыма. Наши корреспонденты прибыли на место происшествия сразу же после приезда огнеборцев. ЧП в самом центре города. Оголо 12 часов дня. В пятиэтажном доме по улице Кормангазы, 163, загорелся балкон квартиры, расположенный на третьем этаже здания. На место происшествия сразу же вызвали пожарных. Они начали бороться с возгоранием и эвакуировать жильцов. Очевидцы говорят, что в квартире находился ребенок. Говорит, он на балконе играл, соседи говорят, прохожие видели. На балконе играл, поджог. А видно, испугался, забежал домой и там гореть сначала. И сейчас что пострадало? Пострадало, я не знаю, вот третий этаж, а ребенка увезли вот в больницу. Не знаю, довезут, не знаю, нет. Как выяснилось, первыми на спасение ребенка из горящей квартиры бросились молодые люди, посетители кафе, расположенного на первом этаже дома. В доме был ребенок. До приезда пожарной службы посетители нашего кафе начали взламывать дверь. Вытащили четырехлетнего примерно ребеночка, уже практически без дыхания. Взломали, приехали пожарные, начали тушить. В квартире кроме ребенка не было никого. Ребенка оставили просто одного. До сих пор, по-моему, никого даже нет. Ребенок был вообще уже все. Если бы сейчас еще какие-то минуты, все, ребенка бы не спасти. Все, ребенок, вот, четыре годика. Долбался в дверь, долбался, стучался, стучался. Дома не было никого. Никто даже дверь в домофоне нам не открыл. Пять минут мы не могли попасть. Вон, мальчишка, где он? Мальчишка руку порезал вот так вот. Потому что железную дверь, извините, руками ломать тоже нереально. Как выяснилось позже, с ребенком оставалась тетя, которая отлучилась оплатить коммунальные счета. Пожар распространялся на верхней этаже. И была произведена эвакуация людей. Предварительная версия о пожаре ведется доследственная проверка. Один из версий – это неосторожное обращение с огнем, либо шалость детей. До сих пор дом обесточен. Роман Копняев, Айбулат, ЖГПАР, Александр Грабарев, ТДК-42. Двое жителей Западно-Казахстанской области приговорены к 10 годам лишения свободы за сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Казахстанского областного суда. Приговор был вынесен 5 июня текущего года. Молодые парни 23 и 27 лет занимались продажей наркотиков. Первоначально они расфасовывали их по спичечным коробкам, а затем незаконно хранили для дальнейшего сбыта. Следственным органам удалось три раза зафиксировать сбыт марихуаны. Суд признал сбытчиков виновными по статье 259, части 3 УКРК. Подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества. Сегодня великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину исполнилось 215 лет. Также в этом году исполняется 181 год с того момента, как поэт посетил наш город Уральск. Целью его визита был сбор информации для написания произведения, посвященного Пугачевскому бунту. Также сегодня отмечается День русского языка. Этот праздник решили объединить с Днём рождения поэта. Ведь Пушкин считается создателем современного литературного русского языка. Сегодня на русском языке разговаривают 250 миллионов в мире. Из них 150 миллионов считают себя русскоязычными. И у 100 миллионов этот язык является вторым. Это является важным. И мы надеемся, что русский язык и дальше будет оставаться в Казахстане одним из связующих национальную страну. Мы практически наизусть знаем многие произведения писателя. И даже в повседневной жизни часто их цитируем. Мы встречаем времена года пушкинскими строками. «Мороз и солнце, день чудесный» или «Унылая пора, а чей очарование». И мы, студенты филологического факультета нашего города, решили сегодня тоже вместе выступить здесь с организаторами. Сегодня были различные сцены. Студенты читали стихи. В том числе мы читали отрывок из Евгения Онегина. Было все хорошо, отлично. Поэт посетил всего одно место в Уральске, где сейчас проходит праздник в его честь. Ранее, в 1833 году, здесь была церковь, в которой венчался Емельян Пугачев. Теперь здесь оборудован сквер в память о великом поэте. На празднике, посвященном Пушкину, присутствовал его двойник. Его привлекало то, что он хотел вот в нашем городе не только, как он мыслил, значит, покопаться в архивах города, но он хотел еще и поговорить еще с живыми очевидцами, потому что прошло буквально после восстания 60 лет. И очевидцы он некоторые тут видел. Ну, допустим, как Червякова там, значит, еще некоторых людей. Ему нужно было знать народное мнение о восстании Пугачева. В день рождения писателя студенты и просто поклонники его творчества возложили цветы к его памятнику и прочли всеми любимые стихи. Нет, весь я не умру, душа в заветной лире, мой прах переживет и тление убежит. И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит. Эти строки были написаны в 1836 году и, как оказалось, стали пророческими. Стихи Александра Пушкина по сей день остаются в современной жизни человечества. Олег Великий, Алтамбек Майкенов, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. И в заключение о погоде. По сообщению синоптиков, в ближайшие выходные погода сохранится по-настоящему летней. Днем будет жарко и без осадков, а вот ночью будет прохладно. Температура воздуха будет доходить до 15 градусов тепла. Кстати, 6 июня 1967 года был зарегистрирован самый холодный день. Тогда столбики термометров опустились до отметки минус 1 градус. А в 1969 году температура воздуха прогрелась до 38 градусов тепла. В ближайшие сутки ожидается погода без осадков. Ветер северо-восточный. Температура воздуха ночью 12-17 тепла, днем 25-30 тепла. В середине недели ожидаются кратковременные грозовые дожди. И на этом наш выпуск завершен. Эти и другие новости вы всегда сможете узнать на нашем электронном сайте по адресу www.ttk42.kz. Всего доброго и до свидания. Одежда ведущим предоставлена бутиками «Классик» и «Купер». Сити-центр, третий этаж. Сити-центр, третий этаж. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова